Белладжио или Белладжа, Беллиджио, небольшой, но очень живописный курортный городок, расположенный в провинции Кома в итальянском регионе Ломбардия, на берегу одного из самых крупных озер Италии, Кома. Белладжио расположен на краю мыса, который разделяет озеро Кома на две части. Центр города занимает крайнюю правую часть мыса, ближе к вершине, тогда как основные жилые районы разбросаны вдоль берегов озера и вверх по склонам холмов. Озеро Кома. Озеро Кома, в чьих водах, как в зеркале, отражаются удивительные пейзажи альпийской природы, с древнейших времен считалось эксклюзивным местом отдыха знатных ломбардийцев, привлекая к себе внимание мягким климатом и природными красотами. Вода озера переливается бесчисленным количеством оттенков, то бирюзовая, то нежно-голубая, то цвета индиго, даже горы покрыты этим воздушным налетом из различных оттенков синего. На берегах растут гранатовые и оливковые деревья, кипарисы и лава. Растительность, защищенная альпами, как природным щитом, носит гораздо более яркий южный отпечаток, чем флора Падонской долины. Важной детали питания в ходе экскурсии не предусмотрено. Подойдет любая удобная одежда по погоде. Нужна удобная обувь. Не забыть взять с собой паспорт. Экскурсия по Белладжио. Белладжио называют «жемчужиной озера Кома» и не напрасно, ведь равного этому городку по красоте, элегантности и обаянию не найти. Группа посетит исторический центр города, романскую церковь XI века, мыс Спортивента, откуда открывается вид на все три рукава озера Кома. Экскурсия продолжится в неоклассической вилле Мельце с прекрасным английским парком, на которой гостили Наполеон Бонапарт, композитор Ференс Лист, император Александр II и многие другие знаменитости. Этот день останется в памяти навсегда. Обратите внимание, длительность экскурсии 5 часов. Языки, русский, английский. Бибиони Италия курорт на карте, достопримечательности ближайших к Белладжио город, это Варина. Из города Милана в соседнюю Варину ежедневно ездят недорогие региональные поезда. Время в дороге составит около 1 часа. Уточнить расписание поездов можно на ЖД-сервисер или РОП. Важно, поезда отходят от вокзала Милана каждый час, стоимость проезда варьируется. Стоимость билетов на такие поезда от 6 до 7 евро звездочка. Затем из города прибытия нужно пересесть на паром до города назначения Белладжио. Время в пути 15 минут, стоимость 4 евро и 60 центов в одну сторону. Этими же паромами можно передвигаться по треугольнику Белладжио, Минаджио, Варина, а также отправиться в другие города на озере. Добраться до Белладжио из городка Комо можно на пароме и на автобусе. Альберобилло Италия курорт на карте, достопримечательности из Комо ездят ежедневно рейсовые автобусы, время в пути составит около 1 часа. Автобусы отправляются от остановок Стас. С, Джавани ФС и Лунга Ларя Трист. Ориентироваться стоит на автобусы номер с 30, они ездят напрямую без пересадок. Расписание можно уточнить на сайте перевозчика ИСФ Автолайне. Добраться из Комо в Белладжио можно и на пароме. Стоимость проезда на пароме составляет примерно 10 евро и 40 центов в одну сторону. Время в пути на пароме составит около 45 минут. Перевозки осуществляет компания Джешин Навигазион Лаги Италия. Обратите внимание, расписание паромов на конкретные даты можно посмотреть на сайте перевозчика Джешин Навигазион Лаги Италия. Монтикатини Терми Италия курорт на карте, достопримечательности климат в Белладжио близок к умеренному. Тут выпадает большое количество осадков даже в самый засушливый месяц. Согласно Кеппин и Гейгера, этот климат классифицируют как CFB. Средняя температура в Белладжио составляет 12,1 градуса Цельсия. Среднегодовая норма осадков 1217 мм. Самый сухой месяц в году январь, в это время тут выпадает 63 мм осадков. Самые низкие средние температуры в год приходится на январь, когда средняя температура составляет около плюс 2,3 градуса Цельсия. Самое большое количество осадков выпадает в июне, в среднем 136 мм. Вилла Мельце. Одна из главных достопримечательностей. Расположена вилла недалеко от города Белладжио. Спроектировал виллу Джокон де Альбертонелли по заказу вице-президента Итальянской республики герцога Франческо Мельце де Рил в 1808 году. Строительство виллы длилось всего два года. Закончили его в 1810 году, но на разбивку парка и обстановку залов потребовалось еще несколько лет. Интересно, вилла была выполнена в популярном стиле неоклассицизма и полностью соответствовала престижу этого видного государственного деятеля. Интерьер в основном был создан также архитектором Альбертонелли с украшениями в неоклассическом стиле, обогащающими атмосферу здания. Над созданием внутреннего убранства трудились лучшие художники, скульпторы и обойщики, в их числе Александра Санкуирика, расписавший столовую фресками с пейзажами Ломбардии. Другие комнаты были расписаны лавели, орегонии и триваля, среди многочисленных произведений искусства картины о пьянии и скульптуры Кановы. Дополняет великолепную архитектуру зданий, интерьеры помещений великолепный парк, первый пример английского сада на озере Кома. Также знаменитый парк Виллы Мельцы украшают порталы и колонны. Недалеко возле беседки в мавританском стиле, которая называется «Кофехаус», расположена статуя Камолли, Данте и Беатрича. Сюда приезжают поклонники Данте, ведь ходят слухи, что данная скульптура вдохновила на написание «Сонаты фантазии» после прочтения Данте, Ференца листа. Сегодня Вилла Мельцы находится в частном владении наследника семейства графа Галларати Скотти, открывающего путь посетителям парка ежегодно с мая по ноябрь. Посетить виллу можно строго с 9 часов до 18 часов. Собор Сан-Джакома. Церковь была построена между XI и XII веками. В 1657 году она была преобразована как внутри, так и снаружи в стиле XVII века, такой она оставалась до первых десятилетий ХХ века, когда была отремонтирована и восстановлена в своем оригинальном виде. Церковь Сан-Джаякома была объявлена национальным памятником в 1904 году, городе отдельного внимания заслуживает капелла Бентиволио, в которой похоронен тот самый Антон Галлиация и члены его семьи. Она выполнена в красно-синей гамме, геральдических цветах рода Бентиволио, а ее стены расписаны Лоренцо Костой. Вилла Сербеллани. Вилла Сербеллани имеет древнюю историю. Принадлежавшая ранее семье с фон Драти, в 1533 году она стала собственностью графа Александра Сербеллани, который полностью посвятил себе ее обустройству. Внешний вид виллы с ее простыми линиями не был изменен, интерьер был тщательно украшен, от свочатых и кессонных потолков до картины предметов искусства. Еще больше, чем вилла, интересовал герцога Сербеллани огромный парк. Райский сад на вилле – это то, ради чего сюда приезжают туристы. Сад по праву считается одним из самых красивых во всей Италии. Чтобы осмотреть все его окрестности, нужно потратить не меньше нескольких часов. Посетить парк можно отдельно от виллы, воспользовавшись услугами гида. Стоимость посещения – 8 евро. Кроме сада, в окрестностях виллы есть поля для гольфа, несколько теннисных кортов, бассейны и даже собственный пляж на берегу озера. Сегодня вилла Сербеллани используется в качестве гостиницы и места встречи ученых. Из знаменитых гостей, останавливающихся на вилле, когда она еще принадлежала с Фондерати, можно упомянуть императора Максимилиана I, Леонардо да Винчи, Людовика Эльмора, Бьянку Сфорца, кардинала Барромеа. В XIX веке в плеяду гостей входили Пеллика, Маранчелли, император Франции, королева Виктория, Кайзер Вильгельм, Умберто И, писатели, Мандзони, Гросси, Пендимонте. Сады виллы Сербеллани можно посетить с 1 апреля до начала ноября ежедневно, кроме понедельника, только с экскурсией продолжительностью около полутора часов, отбытия в 11 и в 15,30 от офиса Промобиладжа, Промобиллиджа, Пиаза Делла Чиеса, 14, тел. Плюс 39, 0, 31, 951, 555. Парк находится в собственности фонда Рокфеллера, который любезно разрешил коммуне города Беладжио проводить экскурсии с гидом. Также туристам могут быть интересны и другие достопримечательности города, культурный центр, башни искусств, где проходят выставки художников и проводятся другие культурные мероприятия. Музей навигационных инструментов, где особую ценность представляют телескопы и компасы XVIII века. Смотровая площадка Ла Пунта в Беладжио, откуда открывается вид на все три рукава озера. Площадка сделана из камня и выступает в озеро. Кухня дома номер 5 по улице Меридиана. Здесь собраны старинные предметы быта, которые когда-то были в обиходе у местных жителей. В Гизала, что в нескольких километрах от Беладжио, есть интересный музей велосипедов и святилище Мадонны Дель Гизала, которое известно как покровительница велосипедистов. Каждый год это место посещают тысячи спортсменов и любителей велосипедного спорта. Во внутреннем зале хранится очень много вещей, связанных с велосипедами, что, собственно, и привело к открытию музея. Путешествие в этот ломбардийский уголок Италии для любого человека станет настоящим праздником и послужит к расширению кругозора, а также оставит массу впечатлений, которые будут вспоминаться всю последующую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова